Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Стартует второй час дневного разворота. У микрофона всё так же Юлия Афанасьева. И Александр Асохин. Ещё раз здравствуйте. Ну что, переходим с темой Великорецкого крестного хода. Также можно сказать на какую-то иную культурную тематику. Но всё-таки затронем крестный ход. Надо мне поправиться, исправиться. Сказал я, что завтра завершится он. Конечно же, 8 июня. Завтра только вечером встречают паломников в Мурыгина. Ну и в преддверии второй темы надо представить нашего спикера. Это Валерий Федяев, создатель и руководитель Музея истории Хлынова. Валерий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Будем мы так же говорить сегодня и про мероприятие в библиотеке имени Пушкина. Но это уже после половины часа. Перед эфиром Валерий Иванович сказал... Вот мы в прошлом часе говорили, что очень много проблем с крестным ходом. А Валерий Иванович сказал, что зимой, например, в купеле не было освещения. И вы как-то заинтересовались и решили изменить эту... решить проблему. Да, поступила информация от жителей Великорецкого, что в купеле и у источника, который находится у реки Великой, отключили электричество. А за одним, раз там на одной линии все это было, отключили и больничный городок, где жили послушники монастыря. Попросили как-то попробовать повлиять на ситуацию. Иначе зима, в четыре часа уже темно, и приезжающие паломники падали, подскальзывались в темноте на скользких ступеньках. Я написал тогда в администрацию губернатора письма, владыке Марку и в администрацию Юрьянского района. Ответ я получил только от администрации губернатора. То есть епархия и муниципалитет? Епархия никак не прореагировала, зато прореагировала энергослужба Юрьянского района. Они буквально на следующий день все подключили обратно, кроме больничного городка. И администрация области пообещала решить вопрос с расселением тех послушников, которые там жили. Я на самом деле думаю, что итоги Великорецкого крестного хода мы еще в этой студии подведем, после того, как паломники вернутся в Киров. Ну а сейчас, наверное, непосредственно поговорим о музее истории Хлынова, создателем и руководителем которого является Валерий Федяев. Вам исполнился один год. Нам исполняется 21 июня. Исполнился. Исполнился, хорошо. Значит, в преддверии вашего первого дня рождения, наш эфир, что у вас произошло за год? Можете ли вы подвести какие-то итоги? Ну, во-первых, это дело было для нас абсолютно новое. Мы не представляли, куда мы ступаем, то есть шли по наитию. И могу сказать, что за этот год мы наконец-то поняли, куда нам идти, как нам нужно работать, как правильно строить работу с нашими потенциальными посетителями. И скажу, что на сегодня музей в городе достаточно известен. Правда, далеко не все в нем еще побывали, но я думаю, это как раз перспективное направление нашей работы. А что за этот год у вас произошло? Ну, во-первых, музей не является застывшим музеем, как обычно идет представление о музеях, тем более исторических. Наш музей живет постоянно какой-то жизнью. Практически каждую неделю пополняются какие-то экспонаты. Или это реконструкторские вещи, или мы приобретаем, или нам приносят в дар какие-то новые экспонаты с интересной историей, с интересными деталями из жизни нашего авиатского края. За это время, так как мы занимаемся мастер-классами, и которые мы вначале проводили прямо в музее, в третьем зале, где изба стилизованная, мы поняли, что мы не сможем вмещать большие группы, потому что приходит, если класс 30 человек, там нереально их всех разместить. Мы построили творческую мастерскую. Это на территории этого же двора, но в отдельном зале. То есть сейчас мы можем там до 40-50 человек разместить в этой творческой мастерской. Мы возродили максимально возможные мастер-классы. То есть у нас... Ну, какие можно пройти? Чему научиться? Начиная от плетения соломкой, лозы, каллиграфия, рукописные книги, дымковская игрушка, роспись дымковской игрушки, лепка из соленого теста, ткачество, бисероплетение, кольчужное плетение. Ну, огромное количество. Я прочитал еще про некий скраббукинг. Это что имя? Что такое? Это новое направление, которое мы пока еще не проводили, но мастер... Это создание таких альбомов, да, ручной работы? Да, это все ручная работа. Из бумаги, каких-то элементов декора. Но мы стараемся все-таки больше к народным промыслам, то, что забыто у нас на сегодня. И у нас порядка 21, по-моему, мастер-класса, если там не больше. То есть такого количества нет, наверное, ни в одном музее. Валерий Иванович, вот вы, наверное, заметили, что в последние пару лет в нашем городе появилось достаточно много частных музеев. То есть до этого у нас была практически одна галерея прогресса частная, а в последние пару лет и музей мороженого, и музей шоколада, и Юркин парк, и я, наверное, еще какой-то музей забыла. А почему, откуда растут корни у этой тенденции открытия частных музеев? — Ну, во-первых, не надо путать музеи и зоны отдыха. — Развлекательные зоны? — Развлекательные, да. Юркин парк — это не музей, это развлекательная тема. — Хорошо, такой развлекательно-культурный проект, ладно. Конечно, не музей. — Во-первых, мне кажется, стало в самом деле появляться много музеев частных или ведомственных, о которых мы не знали, и многие с исторической наклонностью. Вот именно в последнее время начинает проявляться интерес к нашей истории. И это хорошо, что вот именно сейчас начинается подъем нашей памяти. Мы начинаем вспоминать, о кто мы есть на самом деле, откуда мы пришли и куда нам двигаться дальше. И я думаю, вот именно на этой волне как раз и бум, бум не бум, но достаточно высокий подъем открытия новых музеев. — В вашем музее сейчас, ну вот, предположим, не все еще были, как вы сказали, а сейчас на наш эфир кто-то послушал и решил посетить. Что он встретит? Мастер-классы мы уже обсудили, а какие экспонаты там представлены? То есть музей истории не Вятки, а именно Хлынова. — Да, вот именно Хлынова. Мне вчера вечером звонил мой товарищ из Нижнего Новгорода. Мы с ним не виделись лет 10, наверное. Он говорит, я наблюдаю в соцсетях, там что-то там занимаешься, музей, музей истории Хлынова. А что такое Хлынов? Я, говорит, спрашивал, у нас, говорит, работает ваша землячка из Вятки. Я ей спросил, а что такое Хлынов? Она говорит, ну, Хлынов это где-то у нас в крае был такой городок. А где точно? Говорит, я не знаю. Понимаете? Мы не знаем, для многих это загадка вообще, что такое Хлынов. А то, что город Хлынов явился основой нашего города, в котором мы живём. То есть вот именно это мы стараемся и донести. И мы не являемся подражателем краеведческого музея. Мы говорим о том, о чём не говорит краеведческий музей. Мы дополняем его. Мы не конкуренты. Мы работаем в одном русле, но каждый в более углублённой своей теме. Нам, по-моему, сейчас нужно прерваться буквально ненадолго. Это Валерий Федяев, создатель и руководитель музея истории Хлынова. Буквально на минутку мы прервёмся на перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы возвращаемся в эфир. Александр Асохин и Юлия Афанасьева. Обсуждаем мы сегодня юбилей, первый юбилей Музея истории Хлынова. И непосредственно акцию «Подари музею экспонат». Но вначале я ещё напомню про опрос, который есть у нас на сайте и в группе ВКонтакте. Спрашиваем мы вас про ваш любимый музей. Он у вас есть? Нет? Есть, но в другом городе? Или у вас вообще нет любимого музея? Вы можете проголосовать на сайте хакирова.ру, либо в нашей группе ВКонтакте. А что сейчас происходит на сайте? Большая часть людей говорит, что у них есть любимый музей. Это почти 60%. Любимый музей в другом городе есть у 8% наших слушателей. И вот нет любимого музея порядка 16% голосов. ВКонтакте совершенно иная ситуация. Большинство, 29% за вариант «У меня нет любимого музея», но опять же здесь рядом 26% за вариант «Есть» и «Есть, но в другом городе». Совершенно странные результаты на основе двух площадок. Ну ладно, продолжим говорить про музей истории Хлынова. 21 июня с 12 до 15 часов пройдет городское мероприятие «Хлыновские забавы», посвященное годовщине открытия музея. Рассказывайте, что ожидает гостей. Да, именно годовщина открытия музея, а не, как Юля сказала, юбилей. И то юбилей нам еще далеко-далеко. Хорошо, первый день рождения. Да, первый день рождения, в самом деле. В этот раз мы решили совместить два праздника и годовщину музея и «Хлыновские забавы». Мы проводили его, испытали в прошлый раз, но это было в сентябре месяце. Сейчас мы решили два этих мероприятия совместить в одно. В принципе, на этом мероприятии те, кто был в прошлый раз, увидят те же самые реконструкторские игры, демонстрацию вооружения, амуниции того периода наших предков. Поучаствуют в народных забытых нами играх. Будут, естественно, мастер-классы, будет продажа народных промыслов мастерами, которые сами изготавливают их. Будет там стрельба из лока, будет авиатская баня с демонстрацией забытых методов. — То есть непосредственно парение будет? То есть в парилку будут заходить и промпариться? — Да, да, будет сама баня с демонстрационным экраном, где будут показывать все методы, а желающие будут наблюдать через стекло за всеми этими процессами. — А вот вы сказали про игры и мастер-классы. Что за игры? Это исторические бои, либо это что-то другое? — Будут и боевые игры, будут и народные игры. — Например, какие народные? — Народные. Во-первых, у нас будет там обряд подготовки невесты к свадьбе. То есть как готовили невесту к свадьбе, это будет все обыграно, показано, и желающие могут в нем поучаствовать. — Будет ансамбль Горенко, который с народными песнями и переходящими в игровые забавы, в хороводы, танцы, будет привлекать наших гостей. — То, что касается игр. — Мастер-классы у нас будут. Будет народная кукла, изготовление народной береговой куклы. Будет художественная ковка, то есть будет горн, кузнец, и желающие могут сами паковать какое-нибудь изделие там, или губы, вось сковать, или что угодно. — Ткачество на уже обновленных ткацких станках. Это не те большие станы, которые мы помним. Это сложно сейчас с ними там перемещаться. Сделаны у наших мастеров не миниатюрные, но компактные ткацкие станки, которые размещаются на столе. И очень легко обучаются ткачеству, и многие после одного занятия уже продолжают сами у себя работать. Будет дымковская игрушка. У нас будет наша знаменитая мастерица, племянника Валентина Петровна участвовать и показывать свое творчество. Одна из старейших оставшихся у нас мастериц. — Это то есть будет мастер-класс? — Это будет и мастер-класс, и ее работы будут представлены, и рассказы. Рассказчица она вообще изумительная. Будет, ну, как всегда, и конь вятский, вятской породы. Порода вятска наша знаменитая. То есть желающие могут на нем и прокатиться, и покормить, и покрасоваться. — А вот я вижу, что у вас будет квест. — Ага. — Расскажите, пожалуйста. — Этот квест мы испытали на ночи музеев. — Так. — Так. — Такого в Кирове пока еще не было. Это такой интеллектуальный квест-тест, мы его называем. Потому что квест для многих — это определенная игра. — Бегать, что-то делать, выполнять задания. — А здесь его можно проходить индивидуально. В принципе, любой желающий может зайти в музей, подключиться к Wi-Fi, к интернету, зайти на сайт свой Кировский, там опубликован этот тест. И пошагово он идет и отвечает на вопросы. Но на эти вопросы нельзя на многие ответить, если ты не сходил на экскурсию в музей и послушал экскурсовода. Или нужно, если самому пройти, там у нас есть аудиогид, и на русском, и на английском языке можно самому пройти, прослушать и постараться ответить. Если у кого нет интернета, мы выдаем листочки, человек может с листочком пройти и ответить на все эти вопросы. По итогам каждый ответивший получает приз, значок наш совместный со свой Кировский разработанный. Я правильно понимаю, что этот тест, насколько ты вятский или что-то такое? Нет, нет, это другое абсолютно. Это специально разработанный для нашего музея квест-тест, где многие вещи вы узнаете, познаете. И вас стимулирует слушать экскурсовода более внимательно. Потому что, когда наблюдаешь, как люди слушают экскурсовода, когда у них там в руках или листочек с этими ответствиями, они каждое слово ловят. Мы практикуем, когда со школьниками проводим такие занятия, где рассказали какую-то тему, потом задаем вопросы. Потом задаем вопросы, и они отвечают на них. И когда они получают сначала жетончики, один раз получили, второй раз, смотришь, как у них там сразу интерес проявляется. И дальше они просто неотрывно слушают экскурсовода, и в конце получают какую-то грамоту на класс, потом каждый персональный подарочек. Вот у нас разработаны вот такие еще значки. Музей истории Хлынова, и где написано... Я ветчанин, а ты? Вот. Это тоже стимул задуматься. Я ветчанин. То есть многие продолжают путать, что мы вятичи, не вятичи мы, мы ветчане. И надо это знать. Ну, переходя к акции, о которой мы хотели поговорить, вы говорили, что количество экспонатов увеличилось за этот год. Вам приносят сами икировчане, наверное? Сами икировчане, да. Да, вот это интересно. Что приносят? Как пополняются фонды? Может быть, вы что-то покупаете? Как вы ищете те экспонаты, которые будут действительно вам интересны и которые имеют значение для истории? Ну, во-первых, мы, конечно, в поиске общерусских экспонатов. Это мы ищем на сайтах, которые реконструкторские выставляют на продажу. Но очень много несут именно местного. Что несут? По большей части. Ну, вот принесли, допустим, ядро 15 века, найденное на территории Хлоновского Кремля. То есть это такое достаточно массивное ядро весом там около 3 килограммов. Принесли жердь из мостовой Кремля. То есть когда на раскопках еще проводили в Кремле Андрей Крижевских там со своими там археологами раскопки, вот часть жердей оттуда была изъята и подарена там для нашего музея. Уникальный, появился уникальный кирпич, кирпич с Фолохова поля под Великим Новгородом. Его очень интересная история. Церковь, в которой был заложен этот кирпич, церковь 16 века. Во время Великой Отечественной войны эту церковь разгромили. И она до 2002 года лежала в руинах. В 2002 году немецкое правительство выделило средства для восстановления этой церкви. И задача была как можно больше использовать именно того материала, который сохранился. И когда очищали один из кирпичей, на кирпиче, одном из кирпичей обнаружили рисунок. А на рисунке рисунок мальчика, ну скорее всего мальчика, определили, что мальчик, что это ребенок, рисовал еще на сыром кирпиче. Там нарисован ушкуй с воинами, с фарусами. И он запечен был, этот кирпич, и он вложен был в кладку. То есть данный, этот кирпич хранится в Великом Новгороде в музее. Затем он ездил в экспозицию острова Свияжск в Татарстане. Там была экспозиция по ушкуйникам, в том числе и какие-то наши экспонаты из Краеведческого музея. И наша фигура холновского ушкуйника там участвовала. Там я его увидел впервые. И мы сделали с него реконструкцию, точную копию. И вот этот кирпич у нас также пополнил нашу коллекцию. Ну вот 21 июня, как раз в рамках дня рождения, будет проводиться акция «Подари музею экспонаты» и конкурс дарителей. Какие экспонаты принимаете и каким образом будете определять победителя и что этот победитель получит? Ну, во-первых, да. Акция называется «Подари музею экспонат». И в рамках этой акции проводится конкурс дарителей. Там две номинации – «Антиквар» и «Энтузиаст». «Антиквар» – тот, который подарил самой ранней датировке экспонат. И «Энтузиаст» – тот, который самое большее количество. Им будут очень интересные, ценные подарки вручены, достойные этих людей. Ну, какие, например, подарки? Что их ожидает? Какие-то другие экспонаты музея? Нет, не экспонаты. Ну, я бы сейчас не хотел раскрывать, но подарки достаточно значимы для этих людей. И, кроме того, каждому участнику этой акции будут вручены удостоверения дарителя, которые дают право бесплатного прохода в музей на все мероприятия, организуемые музеем. То есть, представляете, вот вы подарили какой-то экспонат, вы знаете, что он хранится в музее, и вы своих друзей, знакомых привели в этот музей, и вот вы покажете, что именно ваш экспонат находится в этом музее. И он не просто где-то там пылится у вас в сарае или на полках заброшенный, а он начал жить второй жизнью. То есть, его увидят там не один, два, десять человек вашего близкого округа, а увидят весь город, увидят гости нашего города. Я считаю, что это как бы достойно. Какие экспонаты принимаются? То есть, понятно, что музей истории Хлынова, поэтому определенные там исторические все равно есть периоды. Да, то есть, если вам принесут букварь советский, не возьмете. Поэтому у нас обозначено, что экспонаты до 1780 года, то есть до периода, когда Хлынов был переименован Вятку. Ну, понятно, что таких экспонатов достаточно немного, и это могут быть реконструкторские вещи того периода, у многих такие вещи есть. Но, кроме того, мы берем и предметы быта. Мы обозначили XIX век, но вы же знаете, что там XIX век — это многие вещи, которыми до сих пор пользуются люди. И сколько у нас там есть заброшенных деревень. Это даже, может быть, не просто экспонат в музее, это может быть экспонат, который можно использовать для оформления территории музея. Потому что, заходя на территорию музея, вы уже попадаете в совершенно другой период времени, в XVII век. И тем более, это же территория постоялого двора. Если вы знаете, что на этом месте в XVII веке в Хлынове был постоялый двор. Поэтому и оформление самой территории двора, она тоже стилизована. Поэтому очень многие экспонаты деревянные, вот недавно принесли деревянные санки, ну, где-то так XIX век, но они очень там гармонично вписались в сам интерьер. Ну что, 21 июня с 12 до 15 часов в Музее истории Хлынова, который отмечает свой первый день рождения, пройдет городское мероприятие «Хлыновские забавы», посвященное годовщине открытия музея. Тематические фотозоны в русском стиле, игры-забавы, мастер-классы, дегустация, настоящая русская баня с банными традициями, квест, ярмарка и многое другое. Ну и, конечно же, акция «Подари музею экспонат». Спасибо большое Валерию Федяеву, Валерий Иванович, создатель и руководитель Музея истории Хлынова. Сейчас нам нужно уйти на небольшой перерыв, и после мы продолжим тоже с темой, связанной с культурой. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы возвращаемся в эфир, это «Дневной разворот», и мы сейчас подведем итоги опроса. Спрашивали мы вас о том, есть ли у вас в Кирове любимый музей. Сейчас я обновляю наш сайт, ахакирова.ру. Я пока смотрю ВКонтакте. Большинство все так же за вариант «у меня нет любимого музея», однако тут практически разница в один-два голоса. За вариант «есть» и «есть», но в другом городе около 26 с небольшим процентом. За вариант «нет» меньше всего проголосовавших. Вот на сайте совершенно иная картина. Почти 65% наших слушателей, которые проголосовали на сайте, сказали, что у них есть любимый музей. У 14% нет, и 7% имеют любимый музей в другом городе, ну, собственно, к которым отношусь и я. А у тебя где любимый музей? Может быть, это будет не очень патриотично. Да, но мне очень нравится музей BMW, который расположен в Мюнхене. Я не поклонник марки, но то, как сделан этот музей, просто стоит это увидеть своими глазами. Даже если вы не любите автомобили, не любите BMW, это потрясающе. У меня знакомый работает как раз компания в Мюнхене, в BMW, и огромное количество фотографий оттуда. Так что я понимаю, о чем ты говоришь. Да, интерактивный, совершенно поражающее воображение. И еще очень нравится в Казани музей счастливого детства. Это просто что-то очень близкое каждому советскому человеку. Там собраны экспонаты из нашего общего советского прошлого, начиная от букварей и заканчивая вот этими деревянными партами, где стул прикреплен к парте, за которыми сидели, мне кажется, большинство людей, которые учились еще в Советском Союзе. Это просто все очень мило, невероятно трогает, везде хочется сфотографироваться. И это такая какая-то народная история. Ну, у нас, стоит заметить, за последние годы количество музеев увеличивается. И это не может не радовать. Так что будем надеяться, что тенденция будет развиваться. И спустя какое-то время, возможно, результаты опроса на нашем сайте и в нашей группе будут уже другие в следующий раз. Ну что, переходим к следующей, завершающей теме нашего дневного разворота. Библиотека имени Пушкина проводит мероприятие в честь 218-летия со дня рождения Александра Сергеевича. И у нас сейчас на линии заместитель директора Центральной городской библиотеки имени Пушкина Татьяна Ведякина. Татьяна Леонидовна, здравствуйте. Добрый день. 6 июня, то есть это уже сегодня, в 17.30, состоится литературный праздник. А что ждет гостей? Да, праздник будет поистине интересный. Называется он «Прекрасен наш союз» строка Александра Сергеевича Пушкина. И мы ежегодно в день рождения Александра Сергеевича устраиваем вот такие мероприятия. У нас начнется все действие на улице возле нашего замечательного арт-объекта «Золотая рыбка». Там будут прогуливаться театрализованные персонажи пушкинской эпохи в нарядных платьях, костюмах. Персонажи сказок Пушкина, в частности, кот ученый. Можно сфотографироваться с ними. А далее начнется интересная игровая программа с конкурсами, играми, танцами, песнями. Потом будут мастер-классы для детей на самые разные вкусы. Дети будут сделать и цветы, и кораблики, и рисовать дуб в лукоморье с золотой цепью, с котом ученым. А играть будут с ребятами и князь Гвидон, шмель и пчелка, и муха еще. И можно ребятам будет предложить посмотреть мультики всем желающим. А взрослые ватарина могут отвечать на вопросы видеоритерины литературной. А завершится все мастер-классом о Кушкинской студии старинного танца. Мы приглашаем всех желающих посетить наш праздник сегодня. Танцы в стиле бала 19 века. Исторические, конечно, танцы 19 века, которые танцевали на балах Кушкинской эпохи. Какие? Что будете танцевать? Будут танцевать вальс, будут танцевать полонез. И проведут мастер-класс для гостей библиотеки. Покажут самые элементарные движения. И потом гости могут вместе с участниками студии танцевать. А что это за студия? Могли бы в нескольких словах рассказать тем, кто не слышал еще об этой студии? Эта студия занимается у нас уже не первый год. Разучивать приходят тоже все желающие. В основном это молодые люди. Ну и, в принципе, более такого уже взрослые люди тоже приходят. И занимаются они у нас по пятницам, воскресеньям. Летом они выходят на свежий воздух, занимаются они на улице. А устраивают четыре раза в год балы всевозможные. Ну и различные вот такие вот уже традиционные танцы 19, ну где-то даже 18 века. А вот вы сказали, что на улицах проходят у них мероприятия. А в какие-то определенные дни, то есть где их можно встретить? В каких-то определенных местах? Ну они сами выбирают площадки. Насколько я знаю, у них пятница и воскресенье были традиционные дни. Они сами уже договариваются между собой, выбирают площадки и танцуют. Я знаю, что они и у театра кукол танцевали, и на спадке танцевали. Так что они там сами уже договариваются между собой. Более подробную информацию можно получить в библиотеке подземнее сюда. Да, там уже куратору этой студии. Ну либо сегодня в 17.30 прийти. Ну а сегодня, конечно, мы всех ждем, да, можно прийти и посмотреть уже, как это все происходит, и происходит, и уже переговорить конкретно, и, возможно, подписаться в студию, стать участником ее. Татьяна Леонидовна, вот не могу не спросить, а кто сейчас основные посетители вашей библиотеки, да, вот в век интернета, когда любую практически информацию можно найти в сети? Кто к вам сейчас в основном приходит? Ну, к нам очень активно ходят дети, они особенно активизируют летний период, потому что, ну, наверняка школьная программа, необходимо читать летом книги, и сейчас ребята из школьных лагерей посещают. Вот буквально в эти минуты проходит у нас квест по тропинкам лукоморья, также посвященный Пушкинскому дню. У нас активно ходит взрослое население, ну, так скажем, такого зрелого возраста, читают книги, художественную литературу, журналы, газеты, вот. Ну, и молодежь, конечно, чаще приходит на мероприятия, ну, и где-то позаниматься тоже ходит. А что касается читального зала в Александровском саду, кто посещает мероприятия там? А в Александровском саду читальный зал посещают все, кто придет погулять в Александровский сад. То есть любой человек, который проходит мимо, может заглянуть у нас в летнее кафе, это шахматный домик, посмотреть и свежие газеты, полетать журналы, книги, а по субботам там проходит уикенд, игровые программы и мастер-классы с 11 до половины первого. Но хочется уточнить, что все это происходит только в хорошую погоду. Лето, к сожалению, нас нынче не радует, ни весна, ни лето. А что за мероприятия там? То есть вот какие мастер-классы проводятся? Ну, мастерятся совершенно разные подделки. Это могут быть и из бумаги, и из картона, и из использованных CD-дисков. Ну, в общем, все подручные материалы у нас в библиотекаре на выдумку гораздо так, что могут предложить самые интересные мастер-классы. А игровые программы тоже на самые разные темы. Дети могут и побегать, и поиграть, и подвижные игры, и стафеты проводят, и викторины, и конкурсы, и все, что угодно. Можно зайти на наш сайт и посмотреть программу. Там все у нас выложено очень подробно. Информативный сайт у библиотеки имени Пушкина. А можно сказать, что с каждым годом вот площадка в Александровском саду, она пользуется все большей популярностью? Вы знаете, наверное, да. Вот мы третий год открываемся, но пока вот, к сожалению, погода нам не дает развернуться в полной мере, потому что, видите, там открытая веранда, конечно, и дождь, и ветер, и так далее. А вот по прошлому году, по сравнению с предыдущим, с позапрошлым, то да, как бы люди ходят, интересуются, знают, инициируют даже обмен книгами. Сейчас вот Букросин проводится вот очень часто в библиотеках. И берут книги даже на дом. Мы в прошлом году стали выдавать, первый год не выдавали, только там у нас занимались читатели. Так что, в этом зале знают. А я знаю, что у вас еще запланированы мероприятия в День города. Да, будут такие мероприятия, 12 июня. Проанонсируйте, пожалуйста, где-то на площадках, вот я вижу, что в сквере 60-летия СССР. Да, мы работаем в сквере 60-летия СССР, приглашаем тоже всех посетить нашу площадку. У нас будут работать городские библиотеки на этой площадке с 13 до 17 часов. Там мероприятия, наверное, больше для детей будут. Да, это будет больше для детей. Это будут, опять же, игровые программы прямо на детской площадке и будут мастер-классы. Ну, в принципе, к мастер-классам у нас присоединяются и взрослые, кто любит мастерить что-то своими руками. Вот игровая программа и мастер-класс будут идти параллельно, и каждый час они будут меняться. Мастер-классы там в том числе что-то связанное с CD-дисками, насколько я помню. Да, там будут солнышки делать, там будут делать птиц из ткани, будут делать красивые цветы из полиэтиленовых пакетов. Ну, в общем-то, разнообразная программа. Это мы сейчас говорим про День города, 12 июня. Сквер 60-летия СССР со скольки до скольки? С 13 до 17 мы приглашаем горожан в этот сквер на наши мастер-классы и программы. Ну и сегодня в 17.30 литературный праздник, посвященный Пушкинскому Дню России на Преображенской, 74. Татьяна Леонидовна, спасибо большое. Это была Татьяна Ведякина, заместитель директора Центральной городской библиотеки имени Пушкина. На этом Дневной разворот завершается. Александр Асохин. Юлия Афанасьева. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин